Всем привет! Недавно Валентин выпустил видео на своем канале. Речь шла о том, о розыгрыше. Сделать видео любого жанра про гаджет. Недолго думая, я решил принять участие и сделать отзыв. Меня зовут Илья, а за кадром помогает мне брат Георгий. Тема этого ролика пойдет о Samsung Galaxy S6. Смартфону Мартина вступит 5 лет, а этот старичок до сих пор меня радует. В 16-м году мой брат накопил денег со стипендии и купил с рук этот смартфон. Он березно с ним обращался. Полтора года назад я выбросил у него этот телефон за мытье посуды. Я 2 месяца мыла посуду за этот телефон, ёжкин кот. Телефон настолько оптимизирован, что держит все современные игрушки и приложения. Несмотря на то, что прошло почти 5 лет с момента выпуска, но он до сих пор остается красивым смартфоном. Среди Xiaomi и Honor, конечно же. А благодаря процессу Samsung Exynos 7420 и 3 гигабайтам оперативной памяти. Я не знаю, что это за тип памяти, но на фоне телефонов моих одноклассников он летает. И при этом он у меня весь загружен. Если, допустим, взять Xiaomi Redmi 4, у него больше оперативной памяти на 1 гигабайт. Телефон в автономном режиме хорошо функционирует. Если хорошо, его так немножечко загрузить незакрытыми приложениями. Микрофрезы присутствуют. Мой брат уполазил в настройках в режиме разработчика, отключил там всю помпезную анимацию и что-то там сделал с процессором. И все микрофрезы пропали. Экран здесь AMOLED 2K разрешения и после долгого просмотра у меня не болят глаза. Если взять телефон одного моего друга, а у него Honor, 30 минут просмотра и появляется какая-то странная расплывчатая картинка в глазах. Так неприятно вообще. Видеопроцессор тут Mali-T760. Тяжелый игрок как PUBG он тянет на средних 57 фпс. Club Duty тянет на низких настройках графики, при этом 60 фпс. Такой гаджет еще года два может поддерживать тяжелые игры. Камера тут с 16 мегапиксельным сенсором с диафрагмой 1.7. Камера для 2015 года она снимала прекрасно и по сей день делает нестыдные фотки. Камера умеет еще сохранять в режиме RAW, что позволяет мне легко обрабатывать фотографии. Камера тут 4К, картинка почти неотличима от дневное время и современных камер. Тут имеется оптическая стабилизация, что упрощает работу съемки. Брат еще как-то умудрился заработать с этим телефоном, снимая рекламные ролики. Ему преподали нестыдные денежки. И никто это не догадывался, что это было снято на телефоне. Ссылка в описании на полные ролики. Вот, вот там. Память тут 64 гигабайта. Это вполне достаточно. Еще 20 гигабайтов свободны. Я даже сам не знаю, чем еще эту пустоту заполнить. За 5 лет пострадала только одна часть этого телефона. Это его аккумулятор. Родной аккумулятор сдох, поэтому мой брат заменил на китайский 3000 мАч. Потому что Samsung решил не выпускать родные батарейки. Но с пауэрбанком придется лежать в обнимку. Подведем итог. Смартфон в 2020 году стоит 5000 рублей. Да-да, именно 5000 рублей стоит на Авито. За исключение аккумулятора. Если не готовы смириться с этим, значит не смотрите в его сторону. Сами решайте, покупать ли Xiaomi за 17000 или Samsung за 5000. Очень даже выгодно для студентов. Ну и для школьников тоже. Спасибо за просмотр. Этот ролик для меня был самым лучшим говорением. Кроме их рисунков. Я надеюсь, что Валентин оценит это. Ставьте лайк под этим видео и пока.